Ловкость рук и никакого мошенничества. Зачем фокусник Джозеф Буррус похоронил себя заживо? И как Дэвид Копперфильд заставил исчезнуть статую свободы? В 1814 году примерно из такой шляпы цилиндра впервые достали белого кролика. А в 1923 году иллюзионистам запретили распиливать женщин, потому что делать это правильно умел только один человек. История появления фокусов способна удивить даже посвященных. С помощью ловкости рук и всего одного иллюзиониста Франции однажды удалось убедить Алжир перейти на ее сторону. Стать такими волшебниками мечтали даже короли. А во времена Второй мировой британцы даже собрали особый магический отряд. Величайший иллюзионист всех времен и народов. Повелитель Аков. Человек, творящий чудеса. В начале 20 века Гарри Гудини был настоящей суперзвездой. Посмотрите на эти кадры. Канзас-Сити, 1914 год. На Гарри Гудини надевают смирительную рубашку и подвешивают его головой вниз. Начальник местной полиции уверяет, что ни одному человеку в мире не удастся из нее высвободиться. Но всего через две с половиной минуты Гудини сбрасывает с себя рубашку. А как вам такое? Скованного по рукам и ногам Гудини закрывают в деревянном ящике, который затем обматывают цепями и скидывают в воду. А уже полторы минуты спустя фокусник высвобождается из своего плена и выплывает на берег живой и невредимый. Гудини прославился не показом обыкновенных иллюзий, он прославился своими освобождениями. Он даже как бы изобрел этот термин эскапизм, от слова escape, то есть побег, он сбегал, он сбрасывал оковы, он освобождался от цепей, он сбегал из тюрем. Но как он это делал? Секрет прост. Гудини постоянно тренировался, находился в прекрасной физической форме, а кроме того умел виртуозно взламывать любые замки, взять хотя бы тот же фокус с ящиком. Во-первых, в нем проделывали отверстия, чтобы фокусник мог дышать. Во-вторых, две доски на боковой стороне не были прибиты. В 20-х годах прошлого века Гудини заявил, что заплатит крупную сумму фокуснику, который сумеет его удивить. Откликнулся иллюзионист из Канады по имени Дай Вернон. Он показал Гудини карточный трюк. Вначале зритель выбирает карту. Любую карту. Ну, давайте выберем. Туз червей. Вставить свою подпись. Я только что подписал эту карту, и она стала волшебной. Если такую карту поместить приблизительно в середину колоды, вот так. Она пройдет сквозь все карты и окажется верхней. Это уже произошло, конечно же. Гудини снова и снова просил повторить этот трюк, но разгадать его секрет так и не сумел. Пришлось платить своему коллеге обещанное вознаграждение. Если вам понравился фокус, я открою вам его секрет. Чтобы сделать эту иллюзию, нужно вернуть карту в колоду, а потом опять ее взять. Ну, естественно, уже другую карту. Поэтому фокусники всегда думают о том, как бы сделать это не так заметно. Я делаю это просто. Я говорю, это очень просто. Берем одну карту. Этот жест дает возможность поставить на секунду карту. Помещаем ее приблизительно в центр колоды. Видите, это не самая середина. Почему я говорю этот текст? Потому что часто зрители в этот момент говорят, покажите карту. Но здесь я отвлекаю их на другую важную вещь. Смотрите, это не самая середина. Это очень важно, как будто бы. А потом говорю, нет, это не важно. Важно только движение. Хоп. Ну и эта карта, естественно, она уже сверху. Я могу чисто снять и показать. Слава Гудини многим не давала покоя. В их числе фокусник Джозеф Бурус, которого прозвали Удивительным Джо. В 1990 году он решился на безумный трюк. На этих кадрах видно, как Джо, скованного по рукам и ногам, кладут в прозрачный гроб, опускают в 7-метровую яму, забрасывают землей, а затем заливают бетоном. Буруса удалось вытащить на поверхность только 30 минут спустя. Медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Мне кажется, он был настолько опьянен потенциальным успехом этого трюка, что забыл прочитать массу грунта и цемента, который находился сверху над ящиком. И это, к сожалению, стало его фатальной ошибкой. До 19 века большинство фокусников уверяли зрителей, что обладают сверхъестественными способностями. Мистический флёр развеял этот человек. Сын часовщика Жан-Эжен Робер Руден. Он увлёкся фокусами ещё в юности. Специально для своих представлений создавал диковинные механизмы. К примеру, вот такое чудесное апельсиновое дерево. Сейчас мы из косточки апельсина вырастим апельсин. Прямо на ваших глазах. Смотрите, уже пять штук. Современных зрителей таким фокусом, конечно, не удивить. А вот в середине 19 века люди были в восторге. До Роберу Рудена иллюзионисты выступали на ярмарках и в дешёвых кабачках. Он же первым из фокусников облачился во фраг и стал снимать под свои представления самые роскошные в Европе театры. Он был замечательным изобретателем. Ему помогали и разные механизмы, которые назывались автоматы. Да, в то время это было потрясающе модно. Автоматы – это некие роботы такие первобытные. И ему помогала ловкость рук и великолепная актёрская игра и умение управлять вниманием зрителей. Поклонником Роберу Рудена был французский император Наполеон III. Однажды он отправил иллюзиониста в Алжир с важной дипломатической миссией. Французы захватили эту страну в 1830 году. Однако здесь то и дело вспыхивали восстания. Там бы присутствовала такая группа мусульманских иллюзионистов-марабутов, которые преподносили своё искусство как нечто мистическое, благодаря чему завоёвывали своё внимание среди местных вождей. Роберт Уоден провёл своё шоу как раз для этих вождей, и после чего он с помощью перевозчика раскрыл секреты фокусов, показал им, что фокус – это не что иное, как наука и череда трюков и ухищрений. Через три дня после выступления 30 самых могущественных вождей Алжира пообещали свою поддержку Франции и подарили Роберу Дену свиток, восхваляющий его магическое мастерство. Во время Второй мировой войны мастерство иллюзионистов использовали для борьбы с Гитлером. В январе 1941 года британский фокусник Джаспер Маскилайн собрал магический отряд. Люди далеко не военных специальностей, в основном иллюзионисты и художники, выполняли задания по поручению британской контрразведки. Однажды они должны были укрыть гавань Александрии от вражеских бомбардировщиков. Сделали копию бухты Александрийской, ночью она поджигалась. Самолеты, которые должны были бомбить эту бухту, они не долетали, то есть бомбили ложную цель. Утром все это дело сворачивалось, расстилались различные полотна с изображением воронок, разбрасывались кирпичи, зажигались дымовые шашки, в общем, тем самым имитируя полную разруху и победу Люфтвафтве на данном участке фронта. Настоящий секрет магии заключается в исполнении. Так говорил один из наиболее знаменитых иллюзионистов в истории Дэвид Копперфильд. Во время одного из самых удивительных трюков в своей карьере он заставил исчезнуть статую свободы. Это была метафора. Я заставил статую исчезнуть, чтобы показать, как важна наша свобода. К этому трюку мы со своей командой готовились несколько лет. Секрет фокуса прост, как все гениальное. Команда Копперфильда погасила фонари, которыми подсвечивали статую. И в ночной темноте ее стало невозможно разглядеть. С вами был Борис Рыжов. До встречи на РЕН-ТВ. Продолжение следует...